Серия «Мир Барлеоны». Книга первая. Путь шамана. Шаг первый. Начало. Глава первая. Вступление. Признать подсудимого Махана Дмитрия виновным во взломе управляющей программы городского водоканала, приведшего к остановке системы, и приговорить его к содержанию в исправительной капсуле и работам по добыче ресурсов сроком на 8 лет, согласно статье 637 раздела 13 Кодекса правонарушений. Место заключения будет назначено подсудимому системы в автоматическом режиме. В случае выполнения подсудимым условий, предусмотренных статьей 78 раздела 24 Кодекса правонарушений, ему будет предоставлена возможность перейти в общий игровой мир. Суд назначает подсудимому расу – человек, класс – шаман, основную специальность – ювелир. Фильтры ощущения отключаются на весь срок пребывания в капсуле. Досрочное освобождение возможно в случае внесения подсудимым суммы в размере 100 миллионов игровых золотых монет. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Говорят, что Бог есть истина. Ну не знаю, может так оно и есть. Не проверял, поэтому спорить не буду. Но вот любые споры – зло. Причем зло в квадрате. И это – истина, с которой не поспоришь. Каламбур, однако. Позвольте представиться. Дмитрий Махан, как уже было сказано. 30-летний специалист в области компьютерной безопасности и всего, что с этим связано. Независимый работник, периодически привлекающийся корпорацией для поиска дырок в виртуальной игре Барлеона. Игре, которая заполонила собой весь мир, а для некоторых и вовсе стала всем миром. Не могу сказать, что я самый лучший специалист в области безопасности. Но и худше меня назвать никак нельзя. Что-то среднее между гением и полным нулем. Серединка наполовинку. Ежегодно все специалисты, занимающиеся официальным поиском уязвимости в игре, обязаны проходить переподготовку. Для чего нас могли переподготавливать, для всех оставалось загадкой. Так как для многих поиск уязвимости был единственным источником заработка. Но требования корпорации были строги. Хочешь заниматься поиском дырок и не нарушать закон? Проходи переподготовку. Причем переподготавливали нас в основном по поводу изучения новых законов, которые еще более ужесточали наказание за хакерство. Но никогда не было такого, чтобы нам показали какой-либо инструмент или способ определения дырок. Корпорация строго следила за тем, чтобы никакие внутренние наработки не уходили на сторону. Тем более к нам, потому что это сегодня мы честные и правильные. А завтра любой из нас может превратиться в злостного нарушителя и попробует взломать бралиону. На очередной такой переподготовке я оказался за одним столом с довольно симпатичной девушкой, с которой у нас завязался разговор. Жаль, конечно, что она тоже была свободным художником, как называли себя все те, кто занимался поиском уязвимости в игре, независимо от того, работали они где-нибудь или нет. Я бы стал бросаться умными и непонятными терминами, а девушка, ошеломленная таким мозгом, как я, упала бы мне в объятия. Но нет. Марина оказалась умной девушкой, достаточно подкованной профессионально, основной работой которой было обеспечение информационной безопасности городского водоканала, а поиск ошибок был не более чем хобби. Да, никогда не говорите девушке, особенно умной девушке, что ее место работы недостойно того, чтобы на нем работал свободный художник. Мы начали спорить. И тогда, не найдя ничего лучшего, я привел свой самый сногсшибательный аргумент. Почему нельзя работать на водоканале, казавшийся мне убийственным? Там же запах! Видимо, Марину этим комментарием достали. Причем сильно достали, так как она оттела от меня. И наше знакомство на этом завершилось. Жаль. А я уже начал планы определенные строить. Ну да ладно. Я с головой погрузился в очередной доклад, рассказывающий, как новый закон ужесточает наказание за взлом и уничтожение программ. Ух ты! Теперь за взлом систем дают 8 лет. Серьезно. В перерыве между докладами ко мне опять подсела Марина. «Значит, говоришь, что на такой работе, как у меня, могут работать только дилетанты?» Раздраженно проговорила она. А я заметил, что вокруг нас уже начала собираться толпа зевак. «Слушай, ничего такого я не говорил. Я не говорил, что ты дилетант. Я говорил, что такая работа не может стоить того, чтобы на ней работал профессионал твоего уровня». Продолжение следует...